Здравствуйте, друзья! Ко мне обратились родители молодой девушки, Катерина, так зовут мою будущую ученицу, с тем, чтобы я дал несколько уроков живописи и подтянул человека в вопросе написания картин, так как Катерина собирается в следующем году поступать в художественное училище. Вот ее портфолио. И что я здесь увидел? В принципе, есть умение рисовать, но все рисунки больше похожи на графику. Мы можем увидеть контур, который потом заполняется цветом и отсутствие работы с материалом, отсутствие мазковой техники. С одной стороны, видна любовь к рисованию, с другой стороны, понимание живописного процесса, можно сказать, полностью отсутствует. А можно ли выходить в жизнь с такой техникой рисования? Да, это иллюстративные техники, которые в будущем могут помочь создавать даже коммерческие иллюстрации, успешно существовать художника. Но если мы говорим о классике живописи, о поступлении человека в художественный вуз, то здесь нужно пройти вот эту живописную инициацию. То есть показать человеку, как вообще создается живописная структура на полотне, как работает человек с материалом, художник. И наш первый урок с Катериной будет посвящен тому, чтобы освободить ее сознание, ее руки для нашей дальнейшей работы. Мы должны почувствовать материал, нырнуть в живописный процесс, пока отложить в сторону понятие результата и тем самым высвободить свою энергию для дальнейших уроков. Давайте посмотрим, как происходит метаморфоза человека, который начинает серьезно заниматься живописью. Как изменятся вот эти работы, которые напоминают больше детские рисунки, в процессе наших занятий. Сегодня у нас такое довольно-таки простое занятие на раскрепощение. Мы как бы не будем создавать какую-то оконченную картину, а просто помажем на поверхность пятна. А тебе нужно будет следовать за моими действиями. Потому что таким образом я как бы тебя и попытаюсь привести к этому более свободному действию. Я посмотрел более внимательно твои работы, они все-таки похожи на такие иллюстрации, где создается сначала контур, а потом этот контур наполняется цветом. А нам нужно больше работать каким-то пятном, а соответственно нужно привыкнуть к материалу, к акрилу, к его возможностям. Просто краски почувствовать много. Я знаю, что многие начинающие очень мало краски выдавливают на палитру. Мы вот берем с тобой побольше, чтобы помазать, чтобы сочность почувствовать материала. Какой я тебе не выдаю? Вот такой. Ну ладно, красный у нас есть, они практически не отличаются. И еще вот такой, какой-то оттенок фиолетового. Получится у него. Все, подготовили мы материал, акрил. Кисти у нас старые, щетильные. Они пригодятся как раз для этой работы, где у нас нет никакой ответственности, на то, что получится в результате. Так, ткань пригодится. Здесь у нас налита влагостойкая акриловая краска. Белила. Это будет основой для нашего мазания. И теперь глотну чай и будем приступать. Берем кисти в руки и делаем вот такое движение. Прям вот так вот погружаем кисть. Смотри, тебе мешать будет. Ты куда-то вот сюда поставь. Да. Протягивай руку, ничего страшного. Погружаем. Можем вот так вот сделать. Берем синий. Погружаем. Часть. Бери, нет, белила, макни, да. Возьми прям синий. Так вот. Чтобы на кисть что-то взялось. Сделай несколько движений каких-то безобразных. Даже еще более хулиганских. Белила добавишь. Смотри, у меня здесь вкрапление белой краски. Да, машу. Так машу. Угол промажь. Хорошо, потому что он потом в конце концов останется белый. Теперь мы кисть не моем. Вот так. Прогли сюда краски. Вот чтобы были видны эти мазки. Такие. безобразные, можно сказать. Макаем еще. И берем охру. Прям очень смело берем. Бери прям вот так ковыряшкой вот такой. Да. Мажем сюда. На самом деле не обязательно, чтобы у тебя получалось точно такое же пятно. Но по пропорции вот примерно столько. Ну, вот тут еще не закрасила. Вот. Да, да. Теперь вот тут внизу помажем охрой. Смотри, вот у нас мы сейчас работаем расслабленно. У нас нет никакой задачи создать картину. Ну, можно сказать, мы рисуем какую-то абстракцию. Но сейчас, чтобы сменить на красный цвет, давайте помоем кисть. Кисть моется так вот. Сначала водой ее хорошо, а потом тканью высушиваю. На ткань. вновь бросаем туда и обильно смачиваем кисть белилом. Вот так вот прямо краску берем, там красную вот эту. И какие-то пустые места на своей картине закрашиваю. Многие говорят, что акрил быстро сохнет. Но если мы его используем очень сочно, в мазковой такой технике, акрил может быть, им еще долго можно работать. Хорошо. Теперь давай еще раз помоем. Можно не до конца даже смыть. Тщательно не обязательно промывать. Да. Все правильно делаешь. Еще раз смакаем. Берем наш фиолетовый. Ну, ты вот этот участок закрашивай, а вот этот. Можно заходить на другую краску. Ничего страшного. Смотри, ты более рациональные маски делаешь. Прямо вот так повози как-то. Вот, да, да, чтобы вот хорошие эффекты какие-то получаются своеобразные. Дел да. Избегаем рациональных движений. Теперь берем вот эту темную краску и заполняем остаток. Смотри, я даже не мыл кисти, у меня она смешалась. Робко работаешь, прям мажь сильнее. Да, да, да. Вот смотри, как сразу эффекты идут интересные. А если вот так вот мажешь, нет эффекта. Мало краски на кисти, бери больше. Еще можешь белило макнуть. А прям макай, вот прям, вот да, все, нормально. Мажь вот тут. Ну и этот разбей. Хорошо. Все, моем кисти. Вытираем. Давай, эту ткань я уже выброшу. Она уже промокла. Теперь берем с тобой кисть откладываем в сторону. Берем с тобой по мастихину и делаем вот такие движения. Делай. робко. Прямо смело вот так сделай. Да. Вот так еще. Злись на нее. Давай самостоятельно. Вот хороший, смотри, эффект хороший получился. Вот как бы ищи вот эти интересные эффекты. Вот хороший, хороший, интересный эффект получаются. Ну, ты немножко везде одинаковое движение делаешь, как бы зачерпываешь и у тебя получается блок окраски. А ты, например, примени не полное вдавливание, а вот такое поверхностное движение. Вот, видишь, другой эффект появился, да? Здесь просарапывание было, а здесь другой эффект. Хороший. Смотри, вот здесь так сделай. Хорошо, все, не трогай. Эффект интересный. Чем больше мы теперь будем делать касаний, тем больше, больше грязи будет получаться. Вот смотри, я тебе, вот эту работу можно считать браком. Здесь очень много движений, и она получилась как бы совсем грязная. у нас пока такого еще нет. Вот, сейчас я дам ткань, чтобы освободить мастихин от одного цвета, его нужно просто вытереть. И теперь давай на холодный вот сюда перейдем. Мы делали эти пятна самые первые, они несколько подсовли, но все равно ты не только кончиком полностью всей плоскостью, да. Ну и раздави вот эту штучку. Хорошо. Вот это было первое упражнение. Сейчас во втором упражнении мы в принципе повторим то же самое, но сделаем другими цветами, чтобы еще лучше усвоить вот эту технику свободного письма свободной работы краской. Буду ждать от тебя во втором упражнении более свободных действий. В принципе если сравнивать наши работы, ну нормально, то есть хорошо справилось в принципе то, что я просил, делало, получилось. Может быть слегка, ну излишне здесь надавило, но нормально все. Это как говорится нас ни к чему не обязывает эти работы. Но к ним в процессе нашего дальнейшего обучения я буду много раз тебе говорить, когда ты будешь начинать рационально работать над каким-то кустиком, я говорю, буду говорить, вспомни наши первые упражнения, первые занятия, как свободно мы работали с краской, с светом. И ты будешь возвращаться, опять брать на кисть много краски, положить на холст и накладывать на холст и делать нормальную живопись. Вот цель этих упражнений. Сейчас я это все уберу, отправлю эти планшеты сушить, приготовим следующий и приступим к уроку номер два. Продолжение следует...